Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем наш вопрос. Вообще, если вот пока не говорить о том, что вам не хочется учиться, и вас посвящают различные мысли неприятные, вот, мне кажется, что важнее было бы увидеть то, то, исходя из чего, вы, например, выбирали психолога, и то, исходя из чего, например, вы выбрали лингвистику. И как вы обратились с той ситуацией, когда вас унизил учитель? Как это повлияло на ваше желание учиться, например, на психолога дальше? Вот. То есть это, мне кажется, очень такие важные моменты, вот, на которые вам имеет смысл обратить свое внимание. И мне кажется, что вот то, что вы описываете дальше, да, то, что вы описываете как некое апатичное состояние, как, ну, как некоторое такое нежелание, да, чего-либо делать и так далее. Мне кажется, это следствие, следствие того, вот, собственно, что с вами произошло, вероятно, и, скорее всего, какие-то проявления того, что вы описываете, были и раньше. Это, вне всякого сомнения. Но, вполне вероятно, что катализатором подложили эти события. И мне кажется, что вам не хочется учиться почему-то. У вас такие мысли, ну, у вас такие мысли почему-то, опять же, да. И я бы предложил разобраться с тем, почему вам, ну, точнее, почему вас пропало желание. Вот, может быть, вам чего-то хочется сейчас, чего-то другого. Может быть, ваши потребности сейчас несколько другие, нежели чем, ну, вот, диктует внешний мир, да. Ведь мы можем учиться, когда у нас есть определенный ресурс для этого. Если ресурса определенного нет, то и учиться мы, соответственно, не можем. Поэтому, поэтому здесь тоже важно смотреть на ваше состояние, на ваше состояние энергии. Мне показалось, что у вас внутренняя борьба. Что произошло и как дальше действовать, нужно разбираться. Ну, это все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Продолжение следует... Оп. 怒ак. Продолжение следует... Возможности, Lord of Christ, Он понравилось. inhas 하나нее.